Всем привет из пасмурной дождливой Коста-Рики в сезон дождей. Мы сегодня с Иришей решили прогуляться по нашему городочку в поисках купальников. Купальников, так как мы живем на берегу Тихого океана, то главная одежда здесь в Коста-Рике это, конечно же, купальники. И вот сегодня как раз тот день, когда нужно их обновить. И заходил на стрим вьетнамский рыбак и говорит, «Девочки, вот я вкладываюсь в купальники, хочу, чтобы у вас были купальники от меня». Что мы сейчас и сделаем, пойдем и найдем их, мы надеемся. Будем примиряться, будем смотреть, что нам подойдет, что не подойдет. А вы смотрите это видео до конца и обязательно увидите, что мы в итоге выбрали. Да, благодарим тебя, вьетнамский рыбак, еще раз за твою щедрость и за желание помочь развитию канала и стать спонсором этого прекрасного контента о шопинге в Коста-Рике. Шопингом Коста-Рика не очень славится. Это не Европа, это не Азия. Да, как бы здесь сейчас мы вас переключим. Видите, как Иришка бежит? Она очень любит шопиться. Прямо она на крыльях летит. Не успела стрим закончиться, а она уже говорит, ну что, едем? Я говорю, так не знаю еще, может подождем. Она говорит, нет, не будем ничего ждать, все прямо сейчас. Кинься. Шопинг в Коста-Рике, это, конечно, отдельная тема. Здесь все очень сложно. Тем людям, которые привыкли к шопингу, например, европейскому, даже хоть любому другому, но не латиноамериканскому. Очень сложно найти какую-то подходящую вещь, которая подойдет по размеру, по росту. Все сшито на латиноамериканские фигуры, а это немножко другие фигуры, отличающиеся от наших. Ну и плюс ко всему мода, да, мода здесь отстает. Просто, не знаю, она вот много. В общем, совершенно другие модели, непривычные нам. Ириша быстро перестроилась, как-то залетела в такие всякие юбочки с рюшечками, с цветочками. А мне вот посложнее и посложнее. Но как-то приспосабливаемся в любом случае. Что-то покупать нужно из одежды. Поэтому вот сегодня будем искать что-то. Но это, конечно же, всегда мучение. Очень популярные здесь магазины в Коста-Рике китайские. Всякая китайская всячина и продавцы тоже китайцы. Кепос маленький городок, уже говорили. Но те, кто на нашем канале в первый раз, повторимся еще раз. Это рыбацкая деревушка. Находится в Коста-Рике, на берегу Тихого океана. И население этой деревушки 30 тысяч человек приблизительно. Очень маленькое, живописное. Находится вблизи одного из самых популярных национальных парков здесь у нас в Коста-Рике. Это парк Мануэль Антонио. Сосезонные ягодки продаются, авокадо очень большие. Саня, нам надо думать, куда идти. Один магазин там находишься. Давай мы туда, в тот магазин. Обратите внимание на авто... Как это называется? Короче, какие машины здесь в Коста-Рике. Видите? Здесь очень много старых машин. Часто нам говорят, девки, продайте вашу машину. Она у вас старая. Как вообще на этом можно ездить? А мы вам знаете, что скажем? Здесь все машины старые. И мы тоже ездим на такой... Видите, какие машинки здесь? Реально. Я вот не помню, чтобы где-то еще я видела так много старых машин. Старенькие все машинки. Ну что, врываемся. Магазины, вот. Здесь нет таких вот шопингов, там, бутиков, какой-то супермаркет или мол с бутиками, с какими-то знакомыми брендами. Здесь у нас в Кепосе все в таком вот формате. И все очень просто. Все очень просто. И, конечно же, непривычно было по первости. Но сейчас уже привыкаем. Что поделать? Ничего нету? Нет? Иришка пока еще не улыбается. Пока гуляем, мы знатно уже проголодались. Зайдем в пиццерию, съедим по кусочку пиццы. Хотя бы что-то такой быстрый перекус. По кусочкам продают, но и целыми пиццами можно заказывать. Один кусочек два с половиной доллара стоит. И вот цены на целые пиццы. Большая пицца в среднем стоит 20 долларов. С креветками 24 бакса. Я взяла себе с ветчиной и с ананасом. Ириша взяла себе вегетарианскую, похоже. Хотя там тоже какие-то куски мяса. Мне нравится гавайская пицца. Несмотря на то, что там есть немного ветчины. Ничего страшного, как говорится, птичкам птичек угостим. Вообще, моя любимая пицца гавайская. Напишите, какую пиццу вы любите. Вот так вот. Мы будем сейчас здесь отдыхать. А вот здесь? Мне кажется, здесь нормально. В общем, такой парк у нас здесь в Кепосе. Птичек покормили корочками. Видите, голубь всем известный. Другая птичка мексиканская. И вот эти черные тоже мексиканские птицы. Говорят, они разорители гнезд. Их не очень любят. Говорят, они прилетели из Мексики. Авторы мы их снимаем. Какие здесь в Коста-Рике машины. Это очень интересно мужчинам. Да, мужчины? Поставьте лайки. Пойдем. Попить возьмем? Кто хотел вкусный милкшейк? А где? Попси. Пойдем. А Иришка только все хочет. То милкшейк. Милкшейк хочу. Купальники. Вид, что ты хотела? Я с тобой просто такая поняла. Вот купальники. Короче, идем тратить донаты от вьетнамского рыбака. А что? О, первый магазин. Такой приличный считается. Очень модный. Короче, они все получаются раздельно, да? А ты бы хотела такой с рюшечками? No. Ну и цвет, конечно же. Нет, цвет тоже. Для бассейнов. Мне вот такой вот нравится. Цвет более-менее как-то. Ну и то. У тебя есть такой. Что-то было? Нет. Что-нибудь цветастое будет для океана. Вот такой у Насти есть купальник. Такой для океана не подходит. Только для бассейнов. О, смотри, костариканский. Костариканский флаг. А это российский вообще, смотри. Белый, синий, красный. Да нет. Давай купим такие, наденем с тобой. Нет, я такие не буду купить. А что? Здесь вот такие вроде ничего цвета. Но Иришка говорит, там эли. Эли. Эльки размеры. А мы уже с Иришкой не эльки. Слава богу. Уже эски и эмки. Тебе можно просто вот такое вот обычно за 2 доллара купить. Ириша хочет на мне, короче, сэкономить. Ну, типа просто вот такие обычные. Настя и Иришка выбирают купальник, как просто вот здесь. Там, где уже никому не надо. Она думает, что мне может что-то подойти. Ну, что? Ты сказала за 2 доллара, но это не 2 доллара, а 8 миль. Это 16 долларов. Да, красивые купальники, конечно. И вот магазинов нету, все. То есть это один. И еще есть второй магазин, в который мы сейчас зайдем. Нет, это 4. 4? Ну, это совсем прям этот как бы посейдон. Здесь все. Зато он цветастый. Ну, нет, я бы такой не надела. Чашечек нет. Вот самый прикол, что он вроде бы прикольный, а чашечек вообще нет. То есть эти грудь, когда вот расплеснули. Мы не любим такие грудя. Мы любим, когда все красиво и не расплеснуто. В чем проблема? В чем проблема по шить купальники для нас? В общем, первый магазин уже остается позади. Ничего мы не выбрали. Напишите, понравилось ли вам что-либо. А что вы долго там ничего ей не показали? Ну, просто странно, да? Уроки был как купальник. Почему он сейчас? Здесь вот у всех большая грудь у костариканок. Вот как они оденут этот купальник. У них вот эта большая грудь переплеснется полностью. Что делать? Может, и нравится, когда так? Либо, ты знаешь, я не знаю. Я не знаю, но нет никакой логической почки. В итоге следующая точка нашего назначения – это будет кафе «Мороженое Попс». Видимо, надо поднять себе немножко настроение, чтобы дальше двигаться и искать купальники. Потому что это сложная задача на самом деле. Как-то получали сообщение, типа, девчонки, что ходите там в одном и том же. Не обновляете гардеробчик. Ну, вот такие магазины. Вкусное мороженое Попс. Мы с Иришей любим здесь опять вот такой кофе с мороженым. Я буду храппе. Молочный коктейль в Коста-Рике. Шесть долларов. И надо будет подождать. В итоге уже оплатили, а Ириша говорит, хочу вот это. Перепутала. Там могут нету езды. Они вот так странно, конечно, пишут тоже у меня. Это просто одно единственное. А вот всякие новинки они никуда не выставляют. Ты типа посмотри на окне с большими буквами на лесу. Ну ладно, у тебя будет вкусный шоколадный молочный коктейль. Кайфовый? Все. Это то, что я хотела. Освежает? Да. Освежает. Смотри бабку кокрули. О, сегодня все по миле, кстати, в нашем магазине. А вот это все по купальникам. В первую очередь у меня тут не отходи Хашклана. Да. Ну что-то купальников нету. Вот так и проходят как бы шопинговые дни. Поэтому мы вообще и не ходим на шопинг. На самом деле, потому что... Все время одно какое-то расстройство. Может, в натуре поедем в Переззеледон завтра? Ну не завтра, а завтра мы работаем, послезавтра. Поедем в горы. Наш сосед Вартек. Уже не наш сосед, конечно, он приехал. Я помню. Где ты живешь сейчас? В Кутбай. На задней части Санта-Планча. Аааа. Окей, окей. И ты любишь? Ты играешь? Окей. Мы должны идти, мы должны купить бикини. Чао. Чао, чао. Так, а че, где этот магазин какой-то он купил в мире? Он куда делся? Может, он уже уехал? Вот он. А вот этот рядом в купальнике. Короче, у нас есть здесь... Здесь в купальнике? Угу. Все, Иришка сразу, короче, напряжена. Давай, я подержу твой коктейль. Как-то так. Пока еще ничего мы не выбрали, чтобы примериться. Вот, Ириша показывает. Мне нравился более-менее вот такой. Непонятно, какого образа мира. Все путалось. Вау. С пальмами? Ну да, веселенький. Надо примерить. Давай. Ждем-с. Но если это только... Опять, видишь, без чашечек. Ну, может быть, сейчас такая мода, и они нормально садятся. Может быть, он как бы плотный, и он будет... Нет? Смотрим дальше. Света только для купальников, для бассейна. Давай отдельно лесу и отдельно трусики. Ну, что, какой-то по змею, под кожу? А? Вообще тема. Ну да, топик. Пишите, модницы, как вам наш ассортимент. Нет, Заяк. Так, из того, что... Что-то, да, уже что-то заценили. В общем, Надюше понравился такой верх. И вот такой верх. Такой верх с арбузами. Ну, что он прикольный? Нет, с лимонами еще, ладно, норм вот эти. Короче, такой комплект. Либо с лимонами. Но к лимонам другой верх надо будет, Зая. Другого нет. Ну, вот лимончики прикольные. Трусики такие, плавочки. Хорошенькие, да? Пим-пим. Сейчас пойдет Иришка примиряться. Такие еще, ничего, тоже расцветочка. В корзинку. Вот стринги. Вот стринги. Давай стринги. Мышка старики, здесь я все показываю. Смотри, живота. Нет, у тебя нет живота. Номер один, Настя. Давай. Поворачивайся спиной. Надо это цифле. Ну что, вот это хороший купальник. Не знаю, честно. Мне нравится. Что думаете? Ну, из того, что здесь есть Зая, это самое лучшее, серьезно. Короче, думаем, что первый дубль сразу в точку. Ну, это не первый дубль. Не, ну ладно. Что попросишь? Ну, что, вот такая ты будешь шагалять на пляже. Я считаю, что супер. Почему нет? Прикинь, как круто. Ну, да. Надо подкачать теперь пресс надо будет, так как до этого были закрытые купальники. Сейчас купальники предательские купальники. Сейчас его нужно будет. Да, ну, ну, это будет отлично. Не, ну, купальники красивые, Зая. Ну, правда, красивые. Ну, как бы. Мотивация. Мотивация на спор. Здесь, кстати, смотрите, вот еще вот такие вот штуковинцы продают. Вот такие. Ну, короче, всякий раз тут уже и плацушки есть. Такой магазин для всего. Так что. Ну, да, я считаю, да, класс. На, посмотри себя на камере. Иришкин выход. Та-дам. Ой, слушай, а мне нравится. Так весело. Зря я критиковала. Вообще суперская. Ну-ка. Да, вот сюда здесь отсвечивает. Ну, че, сейчас... А еще она превращается, превращается. И вот так получается. Это даже прикольно. Вот так. А можно эту штучку обратно подрезать? Ну, вообще суперская. Как тебе? Мне нравится. Вообще классно. Те, что я забрать? Просто вообще... Классно. Мегусь на мучу. Телега, мы линда. Сима, линда. Ты как вам такой статистик? Телега. Мэрион. Классно. Короче, мы уложились. Короче, два купальника получилось за 90 баксов. Ну, и как раз коктейли вообще супер. Так, ну, если я буду садиться, мой жирок опять будет. Тянет жирка. Ты у нас же теперь, если у меня мотивация на спорт, то у тебя тоже моя любовь. Будем вместе. Окей, и еще один статистик, который... Давай, может быть, тебе два перепадет. Ты вообще будешь суперкрутая, Чика. Тебе можешь подойти, кстати. Давай, примеряйся. Толевес. Семи грамм, ты. Толевес, толевес. Вот такая учеринка. Че, вот это вообще черное. Крутой. В стиле, не знаю, в каком. Итак. Что делать? Что такое любят? Чешуя. Чешуя. Нет. Ну, они прикольно смотрятся. А на хайкинг вообще супер. Но они будут грязные и трандец. Да, они будут грязные, их потом не отмахнут. А так смотрится прикольно. Просто необычно. Среди сланец видит такой лобок. Массивный. Мы идем с Настей и говорим, господи, какое счастье. Нам вот реально сегодня подфартило. Когда просто об одно попадание, ты берешь купальник, и он сразу же идеально подходит. Разве мы не счастливчики, а? Улыбнулась удача, как на виду говорится. Улыбнулась удача, да, да. Так что еще раз. Рыбак. Спасибо большое. Мы вообще в разном дешевле счастливы. У нас еще мой мотиватор на спорт. Сейчас заехали еще в магазин, как строительный он считается, и чтобы посмотреть, купить жгутики и, может быть, какую-то сетку, чтобы заделать забор внизу, чтобы Чарли наш не выбегал. В общем, будем как-то спасать Чарли, а то он выбегает, реально, это очень небезопасно, реально. Реально. Ждемся. Чарли будет спасен? Да. Двери придачески скрипят. Что купила? Прилепилась. Короче, я купила вот такие железки по 2 метра. Мы их вот так сложим и прицепим с бутиками. Классно, я придумала? Наверное. Это лучше, чем ничего. Кванта, квеста, эста. Чеки, чеки. Иришка тратит бабки. Сколько? Так мало потратила? Через 6 долларов. День. Купить у нас нету, едем домой, чтобы не покупать ничего. Я хочу кулу. Экономия должна быть экономной, да? Купальники купили, все, господи, какое счастье, представляете? Причем самый прикол, что они сами заказывают из шейны, очень много товара, и вот нам даже в пакет положили шейна. Хотя на самом деле эти купальники пошиты здесь у нас, в Коста-Рике, а именно в Кепосе. Это в Кепосе пошивается. Сейчас мы будем проезжать, и мы покажем этот магазин, где именно пошивают. Вот мы на стриме как раз рассказывали про него, у купальников нету лейбочек. Вообще нету лейбочек, потому что это настоящий подшив, то есть они сами тут шьют. Вот, захочешь, можешь лейбочек прицепить, любую, будь здорово, а можно ничего не цеплять, вот. Так что вообще теперь круто, можно выходить на пляжи. Я уж представляю солнечную погоду, как красиво смотрятся эти красивые чайкупальники. Короче, счастье вообще просто немерено, радость, 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 радость. Вот, а в машине нету гидроусилителя, и Настя все, гидроусилитель руля. И Настя, конечно, для нее это безумие, она такая худенькая, стройненькая, а надо разворачивать вот так прям жестко. Вот это все. Может, когда-нибудь поставим гидроусилитель, фиг его знает, посмотрим, будет видно. Вот, я заходила я вот в этот магазин Ферритерия, он такой типа строительный магазин, там есть и краски, и всякие лампы, и люстры, и молотки, и гвозди, и вообще все, что угодно, в общем, там можно найти. Работает он немножко по такому специфическому плану, ну, в принципе, нет, как и везде, как и везде. Ты сначала набираешь товар, потом в парке его забирают, ты идешь, оплачиваешь в кассу, потом со своим листочком идешь там, где ты брал товар, тебе его отдают. Ну, в общем, вот такая история. Думаю, что это будет самое хорошее решение для того, чтобы решить проблему с Чарли. Бегать нам за собакой знатно надоело, реально, по улице. Ну, и, конечно же, надоедает, и нам не очень нравится, как и людям, да, нашим соседям, не нравится притаскивать нашу собаку к нам домой. Да, это тоже, как бы, ну, неприкольно людям тоже, как бы, зачем их напрягать, когда можно не напрягать. Так что вот, решили, сейчас вот приделаем вот эту штуковину. Ну, а следующий план нужно будет купить новую вот эту оберточную, ворота, вот как-то обернуть их. Она у нас такой черной фигней намочена. Ну, это они сами сделали, конечно. Когда? Да, ну, стоит, блин, пару месяцев. Давай купим. Ну, я не буду это делать, поработать. Давай, купим. Это дядька делает. Он сделает, они сказали, да, они сделают, и там ворота. Очень долго ждать, я уже не могу, у меня стыдно просто перед клиентами. Наша оборвана эта дверь, мы говорят, реально, стыдоба. У всех такие дверки красивенькие, аккуратненькие. А наша вообще, как обезьяна. Кока-кола вредна для здоровья. Иногда можно. Иногда можно, ты пила ее на днях. Я не выпила, если ты меня отпила. Короче, напиши, что я... Ты меня отпила, ты выпила моего. И вот, мне не хватило. Петрушка. Да. Чего я там выпила твоего? Все. Вся моя бутылка была, и хоть что-то ты отбиваешь, значит, все, мне не хватает. Так ты сама мне говоришь, пей. Пей, чтобы мне все не досталось. Ты говоришь, чтобы мне не досталось. Тебе, как-то, не досталось. Короче, все, счастливые, довольные. Дорога, мы счастливые, довольные. Благодарность рыбаку за реально классный день. Новые купальники. Так что будем вообще классными. В купальниках от вьетнамского рыбака будем вспоминать себя добрым словом всегда. Так что вот, завтра с утра у нас по плану две стрижки, чему мы несказанно рады. В сезон дождей люди радуются любимым клиентам, которые у них появляются. То есть, неважно, стрижка это или не стрижка. Есть и хорошо, как говорится. А после этого, после этого, что мы там делаем, то что придем. Sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Ну и все, в общем, едем. Вообще, красиво, да, смотрите, домики, зелень такая, вообще кайф. Хочется так поехать. Вот раньше тачка тогда была более надежная. Мы, конечно, такие легкие были на подъем, катались. Сейчас бы мы сели к Алисе поехали в гости. Вообще без проблем. Детей бы проедали, Алиску бы проедали. Ну, мы доехали до дома, одели наши новые купальники и едем на закат, на океан. Надеемся, не будет дождя. А Ириша уже тоже в новом купальнике. Красотка заделывает щели, чтобы Чарли не выбегал. Как придумали, Ириша придумала, умница. Вот так, видите, все, Чарли, свобода закончилась. Митя, иди сюда, Матвейка. Иди, иди сюда, иди скорее, иди сюда быстрее. Здесь кошки, здесь кошки. Митя, они теперь не всегда приходят к нам. Все, Митя, вот так вот, вот так. Ха-ха. Ха-ха, скажи ему, вот так. Куда теперь? Кто там? Чарли. Да ладно, да. Чарли. Блин, нацикеть, короче. Вот такая девочка. Так, быстро домой. Чарли, домой. А он уже здесь, оказывается, гуляет, а мы не заметили, как он вышел. Так, стоп. Тут вообще-то дорога. Быстренько домой. Быстренько домой. Быстренько домой. Все, Чарли? Это твой последний был выход на улицу без разрешения. Митя, домой. Домой, домой, домой. Домой, домой, домой. Ну, короче. Классно получается. Уродливо, конечно. Ну, уродливо, но безопасно. Да. Ну, все, когда мы вот это полностью затянем, она как бы встанет. Потому что пока есть еще вот эта часть, которую он может... Это завтра уже дойдем. Поехали на пляж. А вот и девочки, а вот и девочки красавицы. Мы идем и говорим. Это самый лучший день за последние, я не знаю, за последние, наверное, две недели. Вот реально. Что девочкам нужно для счастья, да, купальники? Найти их в Коста-Рике. Прям реально счастливы. Вообще, реально, как-то получилось, что буквально с второго магазина мы прям вот так в пум и в точку попали. Ну, в первый магазин там вообще ничего такого у нас не было. А вот второй замечательный. На самом деле, я купила себе еще один купальник за это. Ну, по крайней мере, отдельно трусики и отдельно рефонку. Купишь? Куплю. Все круто. Ну, все, мы отдыхаем. Смотрите, какой сегодня пляж, океан. Кто-то хочешь еще к птичкам нашим рассказать? Я хочу виды поснимать. Пляжу. Пляжу. дорогие наши спасибо вам огромное что вы подписываетесь на наш канал здравствуйте всем добро пожаловать на наш канал спасибо всем кто подписался самого начала и с нами до сих пор нас уже 4000 подписчиков это так много и это так круто и очень важно для нас и очень ценно для нас поэтому мы хотим вас еще раз поблагодарить мы благодарим что так сложилась судьба что мы встретили что мы познакомились очень классно вы для нас ценный подарок большой урок в нашей жизни так что был ком и как говорится пересматривайте наши видосики у нас их отснято вообще дофига несколько плейлистов вот спасибо что поддерживаете нас в новых путешествиях новых приключениях это тоже очень ценно для нас огромная огромная благодарность огромная благодарность да и мы вот с вами говорили на стриме о том что мы пойдем в кафе до ресторан мы собирались ресторан индию пола индия но к сожалению сезон дождей его закрыли сейчас распустили персонал хотели с вами в другой индийский ресторан а кстати о чем нас другого может другой пойдем надо узнать как они работают короче у нас все закрывается вот этот тайский ресторан который у нас тоже открыт нам ремонт сейчас вообще идет тайский ресторан в который мы с вами еще один заходили вот в предыдущих видео там сейчас что-то красит мы так поняли что там ремонт так что вот подумаем куда пойти еще с вами обязательно отметим 4000 сходим в чем-нибудь вкусненько покушаем куда хотим как будто бы не получается потому что сейчас низкий сезон нужно идти более какое-то раскрученное наверное заведение которому все знают и она сто пудов работая на сто процентов работает да поэтому куда-то пойдем сейчас просто решим что в рабочем состоянии ну вот а пока у нас еще раз благодарим вас что вы подписались чтобы с нами и что мы вместе теперь будем проходить такой нелегкий но такой интересный путь возможно мы вас мотивируем когда-нибудь и возможно вы скажете слава богу что я никуда не уехал в любом случае мы вам хотим передать какой-то свой собственный опыт личные жизненные которые мы сейчас в моменте переживаем и говорите знаете все делается не просто так значит наш канал для чего-то нужен значит вы должны были увидеть наши видосы подписаться и мы должны ближе познакомиться так что все мы отключаемся уравида мы наслаждаемся океанчиком закат которого сегодня практически нет радуемся нашим купальничком все целуем обнимаем крепко